Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Васильева Ольга Анатольевна. Я главный библиотекарь филиала «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» Омской государственной областной научной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня я проведу экскурсию по библиотеке филиала. Прошу пройти со мной. Итак, как вы думаете, что нужно незрячему человеку для того, чтобы работать на компьютере? Некоторые говорят, что для этого нужна специальная техника. Отчасти эти люди правы, то есть нужна специальная техника, как, например, брайлевская клавиатура, которая позволяет читать печатные тексты и даже презентации, какие-то картинки, графики. Вот это специальная клавиатура. Это дорогостоящая аппаратура, поэтому практически большинство незрячих знают обычную клавиатуру наизусть. Сейчас вы слушаете, как компьютер разговаривает со мной. Потому что на данном компьютере стоит специальная программа речевого доступа к экранной информации. Сейчас мы пройдем к стационарному видеоувеличителю ТАПАС. Стационарный видеоувеличитель позволяет нашим слабовидящим пользователям читать обычный плоскопечатный шрифт. Эта машина позволяет нам увеличить текст в несколько раз, в 16 раз. Подвижная площадка может быть перемещена в любой нужный нам фрагмент текста и зафиксирована. Если нам нужно еще увеличить, мы можем еще увеличить. Если у читателя особенное заболевание, мы можем подстроить и цветовую гамму для этого человека и конкретно для его заболевания. Вообще, конечно, машинка предназначена для чтения обычного плоскопечатного текста. Но практика показывает, что слабовидящие люди иногда хотят рассмотреть и личные фотографии, и открытки какие-то, может быть, фрагменты картин, произведений искусства. В картинке можно, например, вот рассмотреть карты мира. Здесь очень мелкие элементы, которые можно увеличить до нужного размера, рассмотреть там маленькие острова. Рядом расположены читающие машины Сара. Они позволяют тоже читать плоскопечатный текст, которого нет в электронном виде. Например, студенты могут прочитать дипломную работу, выполненную в единственном экземпляре, который хранится, например, на кафедре. Они приходят сюда со своим плоскопечатным материалом, и машина работает как сканер. В нее мы помещаем необходимый материал. Машина сканирует и электронным голосом читает то, что написано на бумаге. Литература укрупненного шрифта предназначена для слабовидящих читателей. Здесь книги «Кегль» чуть больше, чем для обычных книг используется. Но поскольку «Кегль» увеличивается, увеличивается и объем книги, поэтому, как правило, книги без картинок внутри, но доступны для слабовидящего шрифтом. Литература есть и классическая русская литература, классическая зарубежная литература, современная русская литература, детская литература, литература методического характера для воспитателей, родителей, педагогов. Для школьников тоже есть справочники, словари. Издания рельефно-точечного шрифта предназначены для незрячих пользователей, которые владеют системой Брайля. Книги эти тоже без картинок, довольно большого формата, объемные, но печать двусторонняя для того, чтобы уменьшить объемы книг. Например, книга «Война и мир» по Брайлю состоит из 28 томов. Довольно тяжелые книги примерно, килограмм, кило сто. Современные книги чуть полегче, старые более килограмма. И сейчас мы перейдем к изобретателю рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих, великого французского тифлопедагога Луи Брайлю. Он сделал свое великое изобретение в подростковом возрасте. Вообще он родился зрячим ребенком, но в три года ослеп, играя шорным ножом. Его родители очень любили мальчика, хотели ему лучшей жизни, обучали, пытались сами обучать. Раньше было очень мало книг, шрифт был не приспособлен, и Луи Брайль пытался приспособить для незрячих шрифт. Что представляет из себя шрифт рельефно-точечный? Это стандартная шеститочка, которая удобно ложится под подушечки пальцев. Незрячие читают так же, как и мы с вами, слева направо, но пишут справа налево в зеркальном отражении. То есть для чтения и для письма незрячие изучают две различные комбинации точек в зеркальном отражении. Для письма необходимы незрячему грифель и прибор. Приборы могут быть разные. 12-строчные, 8-строчные, 18-строчные. В прибор вкладывается бумага специальной плотности, и незрячий начинает писать с помощью грифеля справа налево. Есть специальные для обучения, например, кубик-буква. Есть специальные колодки. Зрячего ребенка обучают, так и незрячему ребеночку можно это все объяснить с помощью вот специальных тифло-средств. Сейчас мы перейдем к рельефно-графическим пособиям для осязательного восприятия рисунков. Сейчас я вам продемонстрирую рельефно-графические пособия для осязательного восприятия рисунков. Как правило, это комплексные издания, которые включают в себя и шрифт Брайля, и укрупненный шрифт, и контрастные рисунки. Но и то, что мы с вами можем потрогать с помощью осязания. Например, колобок на английском языке. Если незрячий родитель должен проверить зрячего ребенка, он может прочитать по Брайлю. Или наоборот, бывают случаи, когда незрячие детки, но зрячие родители, комплексные издания как раз позволяют совместно делать какие-то задания школьные. Вот такие книги. Все графики, карты, чертежи, они могут представлены быть с помощью рельефно-графического рисунка. Хватив свою подушку, над землей летит в мешке. Он летит в когтях усов над верхушками лесов. Сегодня вы читали просто замечательно. Уже более 10 лет на базе библиотеки работает студия звукозаписи. Здесь мы производим запись аудиокниг в основном краеведческого характера, которые выходят на омской земле. В студии работает звукорежиссер Александр Оксенченко. Здесь у нас находятся два компьютера, на котором хранятся базы электронных книг. Сюда приходит незрячий со своими флешками, и мы записываем на флешке читателей необходимую литературу. Кроме того, здесь у нас находятся две выставки. Тифлоприборы, начиная от рулонных магнитофонов на пластинках магнитофоны и уже современные тифлофлэшплееры. Здесь же у нас есть и приборы, которые мы наблюдали в читальном зале. Вот, например, тапаз, стационарный видеовеличитель. Вот первый прибор выглядел именно так. Это брайлевский принтер, тоже старая линейка. Тот, на котором мы работаем сейчас, выглядит вот так. И на нем мы выпускаем книги наших омских авторов. У нас есть издательская деятельность не только говорящих книг, но и книг рельефно-точечного шрифта. И еще один значимый для нас прибор, это так называемая печка, которая позволяет рельефно-графические рисунки нам самим создавать. Далее мы перейдем в зал говорящей книги. Мы находимся в зале говорящей книги. На сегодняшний день говорящая книга существует у нас на трех носителях. Это диски, кассеты и флеш-карты. Эта говорящая книга предназначена в первую очередь для тех, кто не владеет брайлевским шрифтом. Ну, конечно, все желающие могут слушать говорящую книгу. Для прослушивания говорящей книги нужна специальная техника. Я вам продемонстрирую последний. Флеш-плеер. Каким образом незрячие слушают? Вставляем флешечку, начинаем слушать. Можно увеличивать скорость чтения, можно уменьшать. Каждый настраивает аппаратуру под себя. И уникальные издания, которые есть в нашей библиотеке, волшебный карандаш. Не пугайтесь. Волшебный карандаш. Вот собачка за тумбой сидит. Вот собачка с барьера глядит. Вообще, это такой дидактический материал для изучения счета с помощью таких вот объемных фигур, контрастных картинок и, например, некоторых деталей, которые можно посчитать, опять же, с помощью осязания. Теперь мы перейдем в осязаемый музей. Мы находимся в осязаемом музее. Все можно потрогать руками. Например, в осязаемой галерее у нас портреты и бюсты великих и знаменитых. Здесь выполнены бюсты и портреты с помощью 3D-принтера, кроме вот Луи Брайля. Значит, здесь у нас еще представлен тифлоприбор-ориентир. С помощью этого прибора мы можем выстроить маршрут «Школа-дом». Обозначить на этом маршруте какие-то препятствия, может быть, водоемы или какие-то клумбы, которые нужно обойти стороной. Обозначить, где находится остановка, как правильно найти пешеходный переход. Прикоснуться к достопримечательностям Омска можно с помощью вот таких макетов. Узнать, как выстроены на фасаде фигуры великих людей, как выглядит примерно Пушкинка, каких они размеров. Ну и, конечно, незрячим доступны игры. Шахматы, шашки, домино, пятнашки. Незрячие играют в эти игры и даже проводятся конкурсы на первенство. Дорогие друзья, на этом наша экскурсия завершена. Мы ждем вас на очной экскурсии в библиотеке-филиале. Всего вам доброго. До свидания.